Друзья, всем привет! Сегодня мы говорим с вами о том, как компания Xiaomi накосячила со своими обновлениями, выпустила одну интересную штуку, которая положила многие смартфоны Xiaomi. И в этом видеоролике я вам расскажу, что же нужно сделать и что нужно предпринять, чтобы с вашим аппаратом ничего не случилось. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, я постараюсь в данном видео слишком долгим не делать и объясню лишь только самые основные моменты и нюансы. В чем происходит проблема и в чем она заключается? На MIO 14 приходит обновление для плагина пользовательского интерфейса, чтобы у вас добавилась новая шторка. Как бы да, на MIO 14 новая шторка из HyperOS. Сначала пришло одно обновление, а потом сверху еще другое. И как только люди начали перезапускать свое устройство или как-то выключать, аппарат попадал в циклическую перезагрузку. И больше ничего с ним они сделать не могли. Если вы очутились в данной ситуации, как бы то, что необходимо вам сделать? Давайте будем пробовать воссоздать данные условия. Допустим, вы обновляетесь, перезапускаете устройство и дальше у вас аппарат не реагирует ни на какие движения. Что вам нужно сделать? Вам необходимо зажать клавишу питания и клавишу громкости вверх, для того, чтобы войти в меню рекавери. Вы эту всю историю, получается, продолжаете держать до вибрации, далее отпускаете питание, но при этом плюс удерживаете. На некоторых аппаратах сразу кидало в это меню. Ну а если вас в него сразу не кинуло, то вот, пожалуйста, я вам продемонстрировал, что нужно делать. Некоторые думали, что если навигации, да, кстати, клавиши громкости это вверх-вниз, а клавиши питания это окей. Если войти в Safe Mode или же так называемый безопасный режим, то можно там будет удалить это обновление. Но это не так. В данной ситуации, если вы оказались, то только необходимо делать вайп-дата. То есть очистка данных вашего смартфона. К сожалению, другого варианта не найдено. Ну или же есть еще вариант просто не обновляться, но к нему мы сейчас придем. И потому в данной ситуации лишь только вайп-дата вас спасет. Вы подтверждаете здесь все и в последнем разделе вы нажимаете Confirm клавишей питания. После чего ваше устройство полностью очищается. Ну а мы с вами возвращаемся назад. И дальше тут мы нажимаем Reboot и Reboot to System. Как бы это первый вариант развития событий, как вернуть свое устройство к жизни. Но если вы не успели перезагрузить устройство и так далее, сейчас я вам покажу, что необходимо будет сделать. И вот мы с вами обратно в системе. Дальше мы с вами заходим в раздел обновления компонентов. Здесь вверху есть у нас три точки. Мы нажимаем на них и еще раз обновление компонентов. И после чего автоматическое обновление не обновлять. И это важно, потому как вы видите, что разные такие приколы от компании Xiaomi бывают. То они накосячат вот со шторкой, то с рабочим столом накосячат. И потом приходится это все исправлять. Это самый такой важный момент, чтобы это добро отключить. Как только вы это сделали, дальше мы с вами опускаемся в раздел приложения. Все приложения. Поиск приложения. И вот здесь мы с вами пишем плагин пользовательского интерфейса. Ну или же просто плагин. Он вот такой. Мы на него нажимаем. Версия тут соответственно у вас будет там своя. Там 15, 0, 1, там 72, 0. Ну грубо говоря там какая-то версия будет. И для того, чтобы это удалить, вы внизу будете видеть такую кнопочку, как удалить обновление. И смело удаляете. После чего у вас восстанавливается стандартный вид шторки из MIUI 14. И никаких проблем с вашим аппаратом уже не будет. Ну а в будущем вы будете знать, что такое обновление как бы нехорошее есть. И в обновление компонентов лучше лишний раз не заходить, чтобы у вас уведомление не проявлялось. И чтобы вы как бы не думали о том, что у вас как-то оно может случайно обновиться. Также в отдельном видеоролике я рассказывал, как можно вернуть ухо в MIUI 14 и в HyperOS. Именно с альтернативными способами. Кому это также будет интересно, в описании оставлю ссылку на этот видеоролик. Ну а если у вас еще остались вопросы, смело пишите их в комментарии. Там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok